Итак, всем привет, с вами Дабгай, и мы начинаем играть в Age of Imperialism за Германию. Тот, в котором не было мировых войн, были лишь какие-то более локальные, поэтому карта выглядит немножко по-другому. Если говорить про Германию, то она тоже повоевала с Францией, получила дополнительная территория, имеет второй в мире по силе флот, все еще продолжает его поддерживать, и в целом как будто все хорошо, но бывает тут некоторая неразбериха с армией и с милицией, но остальным кажется, что все хорошо, экономика процветает. Правда, мы знаем, что ненадолго. Поехали. А если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. И вот как раз-таки лорный ивентик, удивительный прогресс, победа в Франции, скандинавская политика, захват заморских территорий Франции, флот, в общем-то, все неплохо, но какая-то неудачная операция в Российской империи и проблема с армией. Как раз-таки слишком много влияния уделяется флот. В общем-то, я думаю, мы со всем этим разберемся. Гот мит унс. И по фокусу она доступна пока только реформа армии, все остальное пока что недоступно. И здесь мы идем во вторую доктрину, следовательно, давайте возьмем вот этот вот как раз-таки путь. Здесь путь по танкам, но мне не нравятся первые доктрины и бафы здесь не такие хорошие. Единственное, под конец вам дали бы атаку, но все остальное выглядит не так интересно, как, допустим, бафы вот здесь разнообразные. Более того, я думаю, сделать именно тяжелые танки, поэтому они будут действительно поддерживать нашу пехоту и будут иметь просто большие статы. Ну и у нас есть 26 ширины фронта дивизии, я, пожалуй, добавлю сюда ПТО и оставлю их такими же большими. И можно уже выстроить советника, я поставлю себе на политку и на ТНП. И во Франции опять падает правительство, неудивительно, французы, черт возьми. А мы же наоборот раскачиваемся и сначала берем баф на артиллерию, потому что здесь идет минус стоимость. Артиллерии в наших поисках будет много. И только поменялся он, как его убили. Франция. Вспани, начинается гражданская война и я чувствую, что нам там надо участвовать. Вопрос только на чьей стороне? Как будто вот на этой. И как ни странно, нет, как раз у этих ребят есть союз Германии в фокусах. А у этих нету. Эти ребята будут потом делать союз с Дружицей Нацией, либо с Натальей, вот тут видите, с другими ребятами, с французами. Это не те, с кем мы хотим видеть. Это не те, кого мы хотим поддерживать, я вам скажу. Значит, мы поддерживаем вот этих ребят. Просто пока мы не можем отправить добровольцев, может максимум атташе. И дальше берем баф на исследование и плюс на строительство. И в Австрии банкротство это некоторые опасения нам несет. А теперь у нас проблема, и мы требуем французов. И французы сказали нет. И дальше берем советника на опыт, чтобы быстрее его уже начать копить. Итак, мы прокляты, паника 31 года стартует. Иберия будет в нашей сфере. Ага. И так как раз у республики есть предложение. Ну да. Пошлем-то. Шесть можно дивизий послать. Прекрасно, я так люблю этот фонд за такие цифры добровольцев. Конечно же, отправляем туда шесть дивизий и одно авиакрыло. У нас немножко есть самолетов. Да, но сейчас давайте их группируем. И там мы разберемся. И анархия захлестнула улицы. Бафы у нас убираются, остаются лишь в основном дебафы. Кроме тут какой-то поддержки добровольческой этой. И того, что мы их уже успели выкачать по армии. В Рисаге раз восстание. Но мы с ним, я думаю, точно разберемся. А здесь наши дивизии будут разбираться с не той Испанией. Но еще не все потеряно. Будем сейчас разбираться с ситуацией. В Австрии Карл продрежет свое правление. Никакие непонятные, неизвестные никому. Гитлер хотел взять в руки власть, но не получилось. Ну, понятное дело. Я слышал, что это какой-то художник. Откуда бы он власть получил. И все же лучше, чем демократическая анархия. Кайзер непотопляемый. Прекрасно. И у нас впереди очень много работы. Да, у нас влияние действительно нанесен очень большой удар. Но Германия будет восстанавливаться. Кстати говоря, да, Китай тоже нас покинул. Там реальная проблема. Но мы с этим разберемся. Мы им тоже поможем. Конечно, только сначала поможем себе. А вот и вторая гражданская война в Китае. Как говорится, помощь им понадобится очень скоро от нас, видимо. Здесь тоже есть шанс неплохое количество дивизии. Подрезать добровольческих. Это было бы приятно. Но самое главное, мы взяли здесь пункт снабжения. Это тоже всегда очень приятно. И да, хотя бы британцев мы закрыли, это уже хорошо. Италия, Франция и Австрия, скорее всего, заключит соглашение вместе. Это действительно немножко опасно. Но я думаю, мы с этим справимся. Все-таки металлерово стоял и будет стоять. Итак, он остался непотопляемым. Давайте начнем с промышленности, пожалуй, потому что она просто сгорает. Но в России скончался наследник. Грустно. Но на свои проблемы. А вот и надо помочь как раз таки нашим друзьям в Китае. Отправляемся в Китай, получаем еще больше опыта с этого. И, конечно же, в первую очередь мы хотим, чтобы они там победили. Поэтому отправляем все, что можем. Шесть дивизий и тоже одно авиакрыло. А вот и подрезали опять итальянцев и британцев. Как вам такое? И смерть Террия Николая Россия действительно потрясена. Видимо, на выставке показывали нововведение коммунизм. Начнем, пожалуй, со свободного рынка. Должны нам дать дополнительные средства. И вообще, вроде как, неплохое переключение закона. А вот и итальянцев тоже окружили здесь. Только я могу отправлять добровольцев. Ребята, вы зарядок решили сделать. И будем сейчас мы здесь помогать. Сначала попробуем сюда пробиться. В примере, сейчас мы будем стоять, скорее всего, в обороне большую часть времени. Но посмотрим. Здесь еще есть японские и российские войска. Стараемся мы с ними расправиться. Но прийти это, конечно, на Испанию. Но Китай очень важно тоже к нам забрать, потому что это огромное количество ресурсов. Очередное окружение у нас получается здесь. А мы же потихонечку проходим по экономическим реформам. И разбираемся с последствиями того, что натворили, конечно же, французы. И даже получается что-то поокружать. Из них даже, по-моему, две или одна дивизия была России. И это прекрасно. И в итоге мы приходим к корпоративизму. Обравляемому государству. Звучит странно, но допустим. А, и мы получаем во сколько? Вот там сколько? 30 плюс где-то, я так понимаю, фабрик. Как приятно. О, по-моему, тут раньше не было переведено. А теперь переведено. Прекрасно. Получается, за время того, как мы сняли Россию, перевели фокусы. Точнее решение. Ну, может, еще что-то. Дополнительное окружение здесь. Здесь. И потом будем заниматься этими вещами тоже. Теперь давайте решим проблему оболченцев. Проблему промышленности мы решили. Получили мы теперь миллион фабрик. Это все еще, конечно же, не предел. Мы пойдем делать еще больше. А у нас все есть ежегодный фокус. И мы можем что-то себе бафать на год. Ну, кстати, вот это неплохой баф был бы для начала игры. На политику и стабильность. Давайте, наверное, именно это мы и нажмем. Мне, конечно, нравится и вот этот баф. Но все-таки вот этот чуть-чуть поинтересней. Или тут у Португалия какие-то амбиции свои заявляют. У него там интегралисты пришли к власти. И у нас выбор. Частная милиция, либо источник рабочей силы. И слушайте, слева бафы на промышленность. Причем такие солидные. Справа на именно армию. Но тут на надтерриториях, я думаю, мы и так сможем хорошо защищаться. А вот эти бафы дадут нам намного больше всего построить. И самое главное, интервенционизм нам дадут. А я был бы не против дойти прямо до вот этого вот свободного рынка, честно говоря. И так как мы уже играли за Россию, мы понимаем, что в один момент Португалия войдет в эту войну. Это значит, что нам нужно побыстрее получать в ней преимущество и вайпать побольше дивизий. А здесь, кстати говоря, можем мы даже сделать вот так. Тоже потихонечку что-то тут тоже надо вайпать. Потому что соотношение сил не очень в нашу сторону. Это трехсторонняя война. Но наша посередине, поэтому она воюет сразу двумя. Поэтому надо уменьшать количество дивизий у противника. Допустим, вот здесь я вообще вижу очень хорошую возможность взять и окружить неплохое количество войск. Даже просто взять вот этот пункт снабжения будет уже очень для нас выгодно, если честно. Поэтому нужно туда попробовать зарашить. А вообще мы можем даже, да, все это окружить. И вот он, да, португальское вторжение, как я и говорил. Оно вот-вот придет, и оно пришло. Но мы с мельцерской анархией покончили полностью. Но это внутри. Теперь надо помочь Испании покончить с анархией. И это не так просто будет. Надо, наверное, пойти и помочь против Португалии как-то. Для этого давайте дивизия сюда. Здесь, я думаю, будет такой же баг по классике, как он всегда и происходит. Дивизии не видят здесь двоющую сторону. Они только одну сторону могут видеть. На другую войну они как бы типа не отвлекаются. Поэтому придется вручную здесь все делать. Но я думаю, Португалия капнуть достаточно просто будет. У нее не так много территорий. Мы постараемся. Здесь же окружение завершено. Остается лишь добить выживших, как говорится. Португальские дивизии оказываются крайне слабыми. Пока что там еще не прибыли добровольцы. А они в теории должны прибыть в будущем. Поэтому и сопротивление они нам не оказывают. Вон, я уже вижу, что российские войска, да. Но мы успели уже снять неплохую часть Португалии. Остается лишь как-то проманеврировать с российскими войсками успешно. И с анархией покончено, прекрасно. Теперь остается лишь помочь нашим юнкерсам. Нашей армии, в принципе. И, кстати говоря, мы сейчас, по-моему, окружим просто вот здесь вот Ладно, почти окружили. Но были близки. Невероятно. Попробуем еще раз. Если мы возьмем Лиссабон, то, в принципе, все будет хорошо. Но я чувствую, что здесь опасно оставаться, поэтому надо отойти. И в Китае добиваем. Тут я вижу 14 дивизий, но я полагаю, что было еще больше. Ну и разбиваем мы Португальских войск здесь как можем. Они постоянно какие-то дивизии, видите, впускают слишком далеко. Не так просто, но и не суперсложно. Здесь я уже бою на автоплане, потому что, ну, сопротивления там особо и нету. Но здесь все еще приходится ручками, потому что надо окружать дивизии. Мы это делаем. Но, конечно, все не так просто. Все-таки здесь есть нормальные дивизии. Но вот мы и окружили эти нормальные дивизии, прекрасно. И такое мы по реформам до повышения роли армии в правительстве. Армия как часть разделения властей, плюс куча опыта, минус стоимости, плюс поддержка войны, но минус ТНП. Средняя часть неприятно, но что поделать. Империя Цинкапнула полностью, прекрасно. Здесь мы уже помогли, теперь остается лишь здесь. И это уже, можно сказать, половина работы готова, так что отправляемся сюда. Наверное, тоже там буду автопланить, но посмотрим. Основная все равно у меня задача сейчас в Испании. Ситуация обернутся в нормальную пользу. И Портуаля капитулировала. Прекрасно для нас. Не очень прекрасно для России, но у нас здесь все теперь станет намного прочее. И вот она, Deutschland, убиралась. У нас теперь нет таких ватки лоялистов. Убираем все для блага германии немцев. И теперь у нас как старые добрые, минус куча ТНП, куча бафов на экономику и политика. И открывается финансирование исследовательских комплексов. А это, если что, ячейки наши. Только стоит, наверное, сначала как-то поднять нам стабильность. Но мы над этим сейчас поработаем. И вот оно. Мы еще можем получить один слот на стабильности 85 и один на 99. То есть надо еще накачать реальную стабильность. Именно туда мы и инвестируем политку. Потому что слоты можно не за фокусы брать, а это очень выгодно. И теперь думаем, что мы хотим делать следующим. Я думаю, наверное, вот это мы должны делать следующим. Чтобы убрать респект в кризисе, это на год даст нам другой дебаф. Но он пройдет. И чем раньше мы его возьмем, тем, соответственно, раньше он пройдет. Ну и что, осталось совсем чуть-чуть. Мы сейчас возьмем бильбао. Ну и получается Испания, здесь будет полностью окончена война эта. И этих ребят мы бы получили к себе в альянс. Как и можно сказать Китай, потому что я не думаю, что мы там можем уже поиграть. Наверное, мы возьмем еще вот это, потому что это даст нам 25% объема. Точнее, уберет дебаф, можно сказать. И еще я бы на взаерное взял вот этот бафчик. Потому что это куча ресурсов стабильности и скорости строительства. Тоже выгодно взять пораньше. Я думаю, здесь вот можно взять вот этого советника ТНП. И макс эффективность тоже очень выгодно. Действительно говоря, нефтеперерабатывающие воды строятся отдельно от обычных фабрик. И это меня на самом деле радует. Я всегда люблю, когда так делают в модах. Это имеет некоторую логику. И да, я строю синтетику, потому что у нас не так много есть вариантов, откуда брать резину. Лишь импортировать через море, как правило. Поэтому было бы неплохо, так сказать, обезопасить себя и настроить самим себя. Как и топливо, в принципе. Для этого у нас есть еще вот такой отбавчик. Здесь максимум фабрик, это просто приятно. Ну и скорость строительства плюс 15. 5 общая и 10 на фабрике и на краске перегонные заводы наши. Да, и новая республика рождается. И она будет с нами вместе в Европе. Идем теперь по фокусам в военные бафы. Вот здесь вот немецкий стандарт. Очень сильный баф. Сохранение, конечно, дебафает. Но посмотрите, максимум эффективность невероятно увеличивает. Объем невероятно увеличивает. И дает немножко росты и минус уязвимости. И потом нам еще докидывают фабрик военных заводов. И самое главное, по пятерке нефтеперерабатывающих заводов и топливных хранилищ. То есть, нас зовут большие запасы. И нам уже дадут какую-то базовую резину. Это очень круто. Мы еще плюсы достроим. В общем-то идеально. Но перед этим я, пожалуй, хотел бы взять себе баф на исследование тяжелых танков. Потому что нам пора бы их подрашить. И взять как разский баф уже пора. Сразу сделаем две модели, так сказать. И, наверное, еще немножко апнем дополнительно вот эти вот модули. В этом моменте как раз получим лучшую на тяжелую пушку. И, возможно, еще подключаем радио, если у нас будут на это салты. А я чувствую, что будут. Прекрасно. Мы ставим еще одного советника. Объем производства и минус 2 тнп. Приятный, тоже очень сильный баф. Наша экономика все больше и больше становится. И начинаем уже делать бафы на танки вот здесь вот. Ну и плюс премия исследований тоже допустит. Так что берем. Получили мы теперь кучу ресурсов. Немножко фабрик. Промки, в общем-то, прелесть. У нас огромная теперь резина, но мы большую часть продаем. Это, конечно, грустно, но такова судьба нашей свободной рыночной экономики. Докачиваем все бафы на танки. Вот сюда пойдем. И еще вот сюда. В итоге у нас будут очень мощные бафы. Еще и вот отсюда мы тоже соберем. Будет у нас, скорее всего, двойной концерн танковый. Это будет весело. И они победили. Китайцы победили и дали нам стоп-политки. Немножко стабильности. Это прекрасно. Доходим здесь дальше до танков. И берем еще один концерн на танке. И, наверное, дальше в стабильность складываемся. Потому что нам все еще нужны эти новые ячейки. А они требуют от нас только стабильности повышенной. Все остальное у нас есть. А также у нас есть вот эти вот ежегодные фокусы. И я начну уже бафать себе армию. Потому что мы сейчас начинаем строить военные заводы. И, наверное, здесь возьмем все стабильности и темпы исследований. Потом поменяем нас в фуражистку. И мы можем раскачать себе Африку. И за счет этого потом получить себе баф на 5 темп. Стабильность, поддержку войны и еще политку. Это именно нам бафчик. Ну и, конечно, при этом наша маринетка станет намного сильнее. Давайте это и сделаем. Потому что Африка, в принципе, достаточно важный регион. Здесь, я думаю, там вполне себе есть ресурсы. И самое главное, мы будем лишать ресурсов наших противников. В принципе, здесь у каждой страны есть какие-то территории. И да, двойной концерн отработает. Здесь защита 2, здесь защита 2,5. Если посмотреть, то в сумме наши концерны как раз дают плюс 25% защиты. А это именно тот баф, который у нас здесь и имеется. Так что туда я выпущу это безумие на поле боя. Следующей оси будет, которая исследована, она будет иметь больше надежности. Это пока что вот так. Стоимость 40. В принципе, стандартный немецкий танк ничего необычного. Как говоря, он стал дешевле. Это забавно. Ну что, будем заниматься уже, думаю, в следующей серии мечтами нашей о Металь-Африке. Выведем ТНП около нуля у нас она будет. И ячейки исследований получим. В общем-то, наша страна, я думаю, очень-очень круто прокачается. Она уже прокачалась очень сильно. В этом моде бафы классные. И мы ими всеми пользуемся. У нас с вами был Топей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твич, дескорд, бусте. Все в описании. И до скорых встреч. Всем пока.